Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как сделать науку популярной и что ждет посетителей региональных площадок фестиваля науки в Самаре? Об этом говорим сегодня и в нашей студии. Организаторы проведения Всероссийского фестиваля науки в Самаре Настасья Солдатова и Алексей Оржанов. Здравствуйте! Добрый день! Сначала хотелось бы узнать, когда все это состоится в Самаре, чего нам ждать, когда и на каких площадках? Ну, основная экспозиция, выставка и лекторий зоны мастер-классов будут работать 6, 7, 8 октября в манеже Самарского университета и на территории Самарского университета. Там актовый зал в зависимости от типа активности. И в Самарской областной универсальной научной библиотеке вся библиотека, проспект Ленин, 14А, соответственно. Ну, на самом деле, вот вы так и поставили вопрос, но на самом деле фестиваль науки это не только конкретное мероприятие, это целая серия активностей, которая развивается в течение года. Ну, мы сейчас говорим о фестивале с определенными датами, наверное. Да, а вот это наше центральное мероприятие, главное событие фестиваля науки в этом году, оно пройдет на 6, 7, 8 октября. Ну, я знаю, что у Самары в этом году и статус поменялся даже в рамках Всероссийского фестиваля. Что изменилось, Анастасия? Или Алексей, пожалуйста. Алексей, я лучше расскажу. Ну, во-первых, Самара приобрела статус центральной региональной площадки Всероссийского фестиваля науки. Таких городов в России всего три. Это Салихард, Владикавказ и Самара. Владивосток, по-моему. Да, да. Владивосток. Да. А, соответственно, что дает этот статус? С одной стороны, ну, вроде бы это, ну, вот, ну, присвоили статус. А с другой стороны, это, конечно, признание. А чем это обосновано, вот это признание именно в этом году? Это с чем-то, может, связано или нет? Как так получилось? Ну, Самара очень долго работала в этом поле, наработала очень хороший опыт, зарекомендовала себя в целом и перед лицом учредителей фестиваля науки, это Министерство образования и науки Российской Федерации и МГУ имени Ломоносова, и перед лицом дирекции, которая непосредственно модерирует процесс. Соответственно, мы получили статус, ну, вот, как признание в том числе. Под центральной такой площадкой, одной из трех городов. Скажите, а у Самара вообще в научном плане есть какие-то свои отличительные черты? Чем мы выделяемся? На что мы будем делать упор, так скажем? Что у нас? Вот мне первое идет в голову космос. Будет какая-то космическая тематика, она же обоснована? Обязательно будет и космос, и инновации в области робототехники. У нас очень сильный гуманитарный блок, очень сильный блок общественных дисциплин, но это по программе это очень большой объем. Тут можно рассказывать прямо вот по блокам, начиная с количества партнеров и заканчивая типами этих партнеров. Да, да. Но вот космическая тема, да. Более того, мы постараемся выдержать такую, знаете, такую тему космический город Самара в какой-то степени. Да, конечно. Для этого есть ряд оснований. Статус Самара космической, да, чтобы его поддержать еще раз. Это раз, да. Два, космос все-таки является таким междисциплинарным направлением, да, космические исследования, они предполагают привлечение специалистов из разных областей. Это второй повод подумать о том, как это подать и сделать. Вот. Ну и, наверное, некоторой все-таки особенностью является то, что Самара – это город, это регион с большим количеством очень сильных вузов. Каждый из которых, ну, в какой-то своей сфере, в сфере своих компетенций, своего опыта является, ну, все-таки таким значимым, да, ну, там, сам ГМУ, например. Не обидитесь на меня, коллеги другие есть, я других не назову. Ну, вот у нас в этом году партнерами – это и ТГУ, и СамГМУ, и ГУТИ, и СГЭЛ, и СамГТУ. Это желание самих вузов участвовать в фестивале, или вы направляете им предложение, а они имеют право или участвовать, или отказаться? Как это все происходит? На самом деле, да, в первую очередь отправлялись предложения в вузам и предложения войти в оргкомитет фестиваля науки, представителям всех вузов самарских руководству. И, ну, на самом деле, несмотря на такой официальный характер предложения этого, всегда откликаются именно инициативные объединения, и всегда только они в итоге доходят до фестиваля, и все площадки, которые дошли до нас сейчас, которые будут работать 6, 8, 6, 7 и 8 октября, это, прежде всего, такие, как это, инициативные объединения, и, конечно же, площадки, которым интересно участвовать, прежде всего. Вот, которые Алексей перечислил как раз. Настасья, а вы не за гуманитарный блок отвечаете, случайно? Я отвечаю полностью за программу фестиваля науки, да, то есть я вот связующее звено между непосредственно событием и его формированием, вот программой распределения времени, того, где кто стоит, вот, то есть это... Всегда интересно, что предшествует самому фестивалю проведению, вот эта организационная работа, она, так понимаю, легла на вас, вот что это за подготовка, из чего она состоит, строится, Какие уже прошли мероприятия? Алексей Павлович. Потому что, наверное, фестиваль фестивалем, но то, что до фестиваля, да, это, наверное, такая работа, и не менее интересная, важная, ответственная, которая... Потом результат, который мы видим. Можно ответить, конечно, шуточно, что это терпение, труд. Труд. Труд, опять терпение, ну, это такая шутка. Это, конечно, когда мы продумывали, вот, так сказать, этот год в целом, мы четко планировали для себя ряд для нас очень важных активностей и тех, те события, которые были бы нам, ну, принципиально интересны. Помимо такого, я бы сказал, ну, такого средненького, не очень большого мероприятия, которое у нас прошло в апреле на базе Самарского университета, был еще ряд активностей. Это среди них, ну, там, важнейшим для нас является экспозиция фестиваля науки на дне города Самары, потому что получение статуса предполагало позиционирование все-таки на предельно широкую аудиторию, и я считаю, что мы хорошо отработали, несмотря на то, что было очень ветрено, все у нас прошло на отлично. Погода нам благоволела, потому что не было дождя. И такая тоже для нас важная активность, такая партнерская деятельность, это мы проводили в городе Новокуйбышский парк науки. Технопарк, да. Ну, и технопарк, да. Ну, парк науки, вот, мы здесь очень благодарны партнерам, которые поддерживали наше движение, да, соответственно, это не совсем наше мероприятие, мы вот ее в партнерстве делаем с... Понятно. Да, ну, вот результат всего этого мы увидим. Скажите, на кого рассчитан этот фестиваль? Кто станет его участником, и кто, собственно, потребителем того, что приготовлено? Вот зрители или ученики, ну, на кого он рассчитан? Что за публика? Мы для себя условно выделяем три группы аудитории. Это дошкольная и школьная аудитория. Это аудитория, которую мы условно обозначаем, будет интересно всем. И аудитория, ну, скажем так, специализированной или узкотематической направленности, потому что для каждой из этого и типа аудитории фактически фестиваль решает разные задачи. Для дошкольного и школьного, там, младшей школы, если мы берем, это в первую очередь заинтересовать, создать некий образ, привлекательный образ науки. То, чего, может быть, долгое время не хватало, в силу того, что у нас есть много других привлекательных образов, да, в нашей культуре действующей. Это раз. Ну, я такие какие-то, ну, маркеры, да, основные. Да, да, но наука ноль плюс, это уже говорит, это вот тема, да, это говорит само себя. Ноль плюс, вот первая группа, да, это совсем абсолютно... Вторая группа будет интересна всем. Мы, ну, вот все-таки фестиваль науки живет довольно давно, и мы пришли к выводу, что проще, ну, эффективнее создавать площадки, которые могут легко адаптироваться к аудитории, да, и в зависимости от того, кто приходит непосредственно, кто посещает, кем она наполнена, да, контент может быть адаптирован, ситуативный, вот. И специализированные, ну, это те направления, которые будут интересны специалисту или человеку, интересующемуся этой сферой, да, причем в разной области науки, это может быть все угодно. А вот будет ли возможность для третьей категории, для научных деятелей, так скажем, увидеть что-то новое, узнать самим, и, может быть, услышать лекцию светилы какого-нибудь научного, вот что-то такое предусмотрено? Потому что, ну, в принципе, те, кто в науке, если вот узкую специализацию взять, то они, наверное, занимаются, занимаются, и не за чем им куда-то выходить, без того, что узнать что-то новое еще. Это очень сложно для научных деятелей. Да, конечно, всегда должны быть бонусы, и действительно для всех на фестивале науки, поэтому отдельным таким большим блоком для нас является лектория, и приглашенными гостями в этом году на фестивале науки будет, прежде всего, Борис Евгений Бичтерн, это главный редактор большой такой научно-популярной газеты «Тройский вариант науки», публицист, и пишет, и кандидат наук, и доктор, если я даже не ошибаюсь, прошу прощения, если ошибаюсь. Он доктор-профессор, и это научно-общественное издание. Он доктор-профессор, известный астрофизик, и даже я знаю, что вот в одном из блоков, там, где нам помогают в качестве партнера лектории 15 на 4, там была небольшая такая конкуренция за то, кто будет на одной сцене выступать, Борис Евгений. Конечно, конечно. И кто в результате победил в этой конкуренции? На программу приходите. Второй отличный такой бонус, это такая, можно сказать, для нас звезда, это Уильям Брумфельд, профессор университета Тюленин, штат Луизиана, куратор выставки Прокудина-Горского в Национальной библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки. Да, в наше время такая история... Отличный специалист по русской культуре, который исходит из того, что с Россией нужен диалог, и Россию нужно изучать. Особенно актуально сейчас. В этом смысле он как раз будет рассказывать о наследии Прокудина-Горского из его значений в цифровую эпоху. Если хотите знать, кто это... Интернет вам в помощь. Интернет вам в помощь, да, и приходите на лекцию, это будет очень интересно. 8 октября, да, в Самарском университете, непосредственно в Московской 634, в конференц-зале Самарского университета. Время можно будет точно посмотреть, да, у нас в группе ВКонтакте, в программе. Если я не ошибаюсь, это что-то в районе 14.00. 8 октября, время уточнить. Да, Борис Евгеньевич будет с 7 числа, да, тоже в 14.30. В Самарском университете это проект совместно с инициативной группой Думой, которые, собственно, помогли нам привезти Бориса Евгеньевича и организовать эту поездку. И в 19.00 в рамках лектории 15 на 4 в музей Алабина. А потом он еще поедет в Тольятти. Да, тоже. Тоже, да, это отдельно. Можно, потому что у нас есть телезрители из Тольятти, которые нас смотрят активно. Это раз. Да. У нас такое количество всего интересного, что это можно перечислять, перечислять, перечислять. Второй, значит, это Уильям Брумфельд, как я начинал говорить, да, значит, его общее представление понятно. Он у нас как раз читает лекцию 8-го числа. Да, я сказала, 14 часов. 14 часов. И я думаю, что вполне возможно, что, ну, как-то его активность потом продолжится уже в стенах университета. Скажите, а какое-то практическое направление применения? Вот как мы часто говорим, что одно дело исследование провести и что-то открыть, да, научное, а другое дело внедрить его или как-то использовать вот это направление. Как-то есть задача продвигать или нет? Потому что, мне кажется, это самое главное, да, мало придумать, главное использовать и внедрить. Популяризация науки и популяризация любого направления, она прежде всего ориентирована на жизнь, чтобы понять, да, чтобы человек, пришедший на фестиваль, там, будь это школьник или будь это взрослый человек, понял. Ну, нет, зачем вот эти все космические величины, еще что-то. И, конечно, очень много площадок будет ориентировано именно на применение каких-либо знаний, практик, разработок в жизни. Это связано и с физическими площадками, там, у нас и робот-тестировщики придуманы, какие-то манипуляторы, еще что-то привезут разные площадки, покажут обязательно. И медицинские разработки от Самарского медицинского университета. Психологи, психологический факультет Самарского университета, Итальятинского университета представят очень большой блок, и все, что связано с психологией, чаще всего ориентировано на практику. Как подготовиться к ЕГЭ, как понять, чем заниматься в жизни. То есть это будет консультация непосредственно психолога? Нет, это будет научно-популярного формата мастер-класса, лектории, даже выставочные площадки, где там за какой-то короткий промежуток времени можно будет узнать что-то новое, закинуть себе в голову какую-то интересную идею, потом ее думать, либо приходить, соответственно, дальше уже продолжать познавать что-то в той или иной области. И так далее. Опять же, посетители фестиваля науки смогут узнать, что такое побывать в телевизоре. Каким образом это случится? Есть у нас такая площадка, она называется в кавычках, конечно, телепортация. Ее задача показать, как рассказать о том, как работают все современные телевизионные технологии, в том числе рассказать о таком явлении, как интерактивная студия, например, о том, как снимается кино. И в качестве такого приятного бонуса мы предлагаем, ну вот раньше мы делали, мы готовили ролики и потом по почте отправляли их посетителям. Но вот здесь будем исходить от того трафика. Если трафик будет слишком большой, то, видимо, с видео мы можем не успеть справляться чисто технически, потому что это требует очень серьезных ресурсов времени. Вот. И было бы очень, ну, наверное, неправильно отправлять там эти видео в течение месяца или двух, или трех, да? Это как вера. Может быть, мы вот поработаем в каком-то другом режиме, о каком я пока не скажу. Вот. Главное интрига. Главное заинтриговать, привлечь интересы. То есть это вот площадка телепортации такая. Придумка студентов Самарского университета к автюристу и журналисту. Ну, очень интересно, да, новаторское такое решение. Есть и другие вещи. Некоторые из них прямо нацелены, ну вот, все-таки фестиваль науки, формат, задача которого и быть научным, и быть популярным. Да, поэтому, например, у нас биологи изобрели такую площадку, она называется «тропа выживания». Боже мой. То есть там наши биологи, кафедры экологии, значит, они, я точно сейчас не воспроизведу название кафедры, они вот просто на простых примерах рассказывают о самых простых растениях, которые произрастают у нас в регионе, и рассказывают об их необычных свойствах. Например, как себе сварить кофе из дуванчика, да, там, вот. Вот, или, ну, то есть, как добиться этого эффекта, используя самые простые вещи. Она такая «тропа выживания», да? Да. Вот. То есть про цикорию-то мы, наверное, все знаем, да, что это за растение и где она растет. Да, 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 но особенно раньше популярно оно было. А сейчас вот есть еще, помимо цикории, еще дуванчики. И поверьте, там еще много-много чего еще интересного. То есть в этом смысле, конечно, фестиваль науки следует второму своему девизу, который звучит очень просто – прикоснись к науке. И одна из задач фестиваля – как раз показать посетителям, показать гостям, показать иногда даже и тем, кто делает эти площадки, что наука – это вещь, которая не просто проникает как бы в каждую клеточку нашей жизни, да, а наука – это то направление, тот социальный институт, в том числе, который эту жизнь в некотором роде и создает. И придя на фестиваль науки, можно немножко так вот как бы раствориться вот в этом большом движении, да, можно как-то… Но главное, что мы пытаемся передать, то, что вот наука – это то, что реализуется сейчас, в каждый момент. Да, вот какой важный посыл, что наука – это то, что создает нашу жизнь. Это буквально такой тезис, о котором можно думать, и если думать об этом очень долго и серьезно, то это же вот мы зависим от науки. Какой будет наука, такой будет наша жизнь, да? И поэтому все это можно будет увидеть на фестивале, проникнуться этим и понять все важное. Ну вот помимо такой пафосной задачи у нас, ну, серьезной задачи, извините, пафосной здесь, наверное, плохое слово, помимо такой серьезной задачи есть другая, не менее серьезная задача – это все-таки создать у нас в городе, знаете, некий такой своеобразный такой научный уикенд. То есть с наукой провести выходные на самом деле очень интересно. Да кто бы сомневался. Очень интересно, очень поучительно, очень весело иногда, особенно если мы там будем в виду хим-шоу какие-нибудь, да, например, образовательные шоу. Вот, то есть наука – это на самом деле интересно. Наука – это увлекательно и полезно. Настасья, а вас что привлекает в науке, ваше направление деятельности научной? Или вы только организаторское занимаетесь? Нет, я магистрант социологического факультета по первому образованию бакалавра психология. И, собственно, на самом деле сама очень много лет изучала русские традиции и русскую культуру. То есть у меня было на стыке этнической идентичности, мои работы направлены психология, этника. Я сама занимаюсь изучением кульверизации русской культуры, долгое время занималась. И вот параллельно перешла еще и в научную русло, потому что когда ты занимаешься наукой, так или иначе все в твоей жизни начинает вертеться вокруг этой области. То есть ты посвящаешь себя науке, если хочешь быть глубоко в этом. И фестиваль науки привлекает меня прежде всего форматом, опять же, и тем, что очень сложные вещи можно донести простым языком. И, как говорил один из великих физиков, а я сейчас не вспомню фамилию, о том, что если ты действительно что-то понимаешь, ты можешь рассказать об этом пятилетнему ребенку. И вот в этом, наверное, один из моих главных посылов в создании фестиваля – это сделать так, чтобы прервать вот этот барьер между человеком и его страхом перед знанием. Потому что, ой, да я не разберусь, я не пойду на эту лекцию, потому что я все равно ничего не пойму. Фестиваль науки – это весело. И вы с точки зрения психологии попытаетесь эту грань переломить, да, вот эту вот рамку, которая стоит между обывателем и наукой. Потому что у нас у всех в голове, что наука – это серьезно, скучно, непонятно, и вообще зачем это мне нужно. Вот это вот с психологической точки зрения можно как-то переломить. Вы этим занимаетесь? Я этим не занимаюсь профессионально, это целая философия самого фестиваля. И я просто в нее органично влилась и поняла, прочувствовала и вижу смысл этим заниматься, несмотря там на... Да, но вы еще лаборант гуманитарного музейного центра. Расскажите, пожалуйста, несколько слов, что это за музейный центр, где он находится и чем вообще там занимается, потому что звучит тоже интригующе. Межвудский гуманитарный музейный центр – это подразделение Самарского университета, которое занимается непосредственно и разработкой собственных выставочных экспозиций, организаций. И это такое пространство для организации образовательных проектов, научно-популярных проектов. Мы поддерживаем проекты извне, самарские научно-популярные проекты, и организуем собственные научно-популярные проекты. У нас был проект «Школа междунациональных коммуникаций» и многие-многие другие. Собственно, Алексей Павлович Рожанов – директор. Не живут в гуманитарном музейном центре. Понятно. Мы коллеги сразу по двум направлениям. Ну это замечательно. Если вернуться к фестивалю, все-таки, мне кажется, нужно подробнее про космическую составляющую. Или космическая основная составляющая вот этого фестиваля, направление. Или нет? Или так нельзя говорить? Как мы можем умалять какие-либо науки? Другие, да? Вот видите, какой у вас интересный подход. Мы не можем умалять достижения наших биологов, химиков, физиков. Космос – это очень важная сфера, которая консолитирует эти усилия. Это безусловно. И, конечно, контент, связанный с этим, он на фестивале непосредственно представлен. Но не в доминирующей степени, да? Или даже нет такой задачи? Ну вот, понимаете, вы смотрите на это чисто механистически. То есть, если мы говорим «космос», то, наверное, здесь должно стоять большое количество спутников, да? И должно, значит, я не знаю, там… Ну, то есть, это должно быть на всех картинках. Отчасти вы правы. Вот. Но механистическое представление о космосе, оно же не исчерпывает, да? Потому что в современных космических исследованиях очень много математики, например. В современных космических исследованиях очень много медицины. Очень много биологии, психологии. Ну, то есть, на самом деле, как бы, оно объемное, это направление. И сказать о том, что здесь будет только космос, это неправильно. Вот. Нет. Нет, здесь у нас будет все. Но вот есть из таких вот направлений, да, которые вот… Ну, вот мы можем. Я все рассказывать не буду, но скажу, что у нас есть отличные партнеры, очень хорошие ребята, очень интересные люди. Астра Самара, которые занимаются тем, что они смотрят в небо и позволяют это сделать каждому желающему. Да, они расскажут там о своей деятельности, например. А что у нас там такого еще? Из космического? Да. Именно. Красивого. Надо вспомнить. Опять же… Астра Самара – это уже можно, да, погрузиться и… На самом деле, очень серьезная выставка, подготовленная галереей «Новое пространство». Отличная выставка, такая красивая. И там вот эта космическая тематика по-своему представлена, я не хочу за них говорить об этом. То есть, там все пространство библиотеки, на самом деле, вот оно такими астровками, локусами небольшими, но вот… Да, в общем, стоит прийти и посмотреть вот в эти вот обозначенные уже точки. Скажите, пожалуйста, тогда, к чему будут устанавливаться контейнеры для мусора? При всей этой красоте и тяге к звездам, тут же у вас на площадках будут контейнеры для каких-то пластиковых? Я сначала в качестве небольшой преамбула, если Анастасия захочет добавить. На самом деле, фестиваль науки, как общественное движение, является инициативой, аккумулирующей социально-проектную деятельность. Потому что каждая площадка, она рождалась когда-то как идея. Она рождалась как некое направление, иногда чисто научное, иногда в области популяризации науки. Ну, по-разному, да. И вот идея с контейнером – это одна из таких вот реализаций, выхода вовне вот этой социально-проектной деятельности. Это, на самом деле, идея принадлежит Олесе Плехановой, которая выпускница нашего университета. И вот она такая приходит, как-то и говорит, слушайте, но ведь экология же, ведь это же важно, это же интересно. И тут они знакомятся с нашими представительницами немецкой филологии, которая говорит, да, это интересно. Вот, например, в Германии, и они вместе придумывают площадку. Площадка будет называться «Экологический след», и рядышком с ними, то есть в рамках одной экспозиции, будут расположены контейнеры для раздельного сбора мусора. И пройдя всю экспозицию, практически в ее конце, это будет происходить в Манеже, участники, гости фестиваля смогут оставить какие-то отходы, им помогут их распределить, еще что-то. Вот, то есть так мы включаем какие-то важные-важные детали и направления в наш фестиваль МТИ. Ну, экология действительно важна, это даже если бы и не было этого, это было бы как-то... И еще раз показываем, что все это на самом деле про жизнь и гораздо ближе, чем может казаться, к нашей повседневной реальности. И что ученые — это не такие безумцы, которые не вылезают из... Вот вы сказали о проектной деятельности, какие-то интересные проекты будут представлены, и вы с ними уже знакомы? Или это будет происходить, знакомство с ними вот в течение фестиваля? Те площадки, которые будут что-то представлять? Смотря какие проекты рассматривать. Есть чисто университетские проекты, и с ними тоже мы будем знакомиться. Это и сам ГТУ, и ГУТИ представляют, и медицинский университет. Приедет к нам университет, магнитогорский технический университет вообще. Именно Носова. Они представляют тоже свою инновационную какую-то разработку, связанную с физикой, с инновационными прочными металлами. Что-то очень интересное. Они сами проявили инициативу приехать к нам, и мы не смогли, естественно, отказать. И там будет очень интересно нам всем, потому что мы только шапочно пока что познакомились. Есть инициативные проекты, которые существуют в Самаре и не привязаны непосредственно к науке. Допустим, это научно-популярные лектории и научно-популярные шоу. Мы уже озвучили и инициативную группу Думы, которая в своей личной силе, силы и желание вкладывает в то, чтобы вкладывать в науку. И лектория 15 на 4. Это прекрасные ребята, которые тоже делают 15-минутные потрясающие маленькие лекции. Как-то постоянно у нас репетируют. Это очень интересно, очень здорово побывать вот в этой среде. Это и курилка Гутенберга. Также научно-популярный проект, который, собственно, нашлись люди, которые переняли этот проект в Самаре. Даже название одно чего стоит. Да, все очень интересно и разнообразно. Уже хочется узнать, что уже там такое. На фестивале науки будет также представлено и научно-популярное шоу. Это Галилео, Эйнштейн, это музей из Тольятти, научно-популярный музей, выставки. Они представляют свои и шоу, и экспозиции. Будет очень много таких вот интересных проектов, действительно вещей. То есть любую площадку на самом деле на фестивале науки можно отнести к какому-то уникальному проекту. Практически любую. У нас остается буквально одна минутка. Алексей, подытожьте. Скажите, когда, куда и зачем, собственно, жителям города, а может, гостям стоит прийти. 6, 7, 8 октября с 10 до 6 в Манеже Самарского университета. 7, 8 октября с 10 до 6 в Самарской областной универсальной научной библиотеке Проспект Ленин-14К. Ну и, соответственно, программу, конечно, наши гости могут посмотреть, внимательно посмотреть в группе официальной фестиваля науки. Фестиваль науки 63. Ну или ищите попросту фестиваль науки Самары. Группа в контакте, я знаю, есть. Да, да. Есть информация еще на официальном сайте Всероссийского фестиваля науки. Вся она актуализируется. Можно найти. Сейчас люди современные. Ну, там очень много, конечно, всего. То есть там все регионы, можно посмотреть, что делать другие. Ну, выбрать наш и познакомиться, и обязательно прийти. Спасибо вам за то, что вы делаете. Удачи вам в проведении фестиваля и огромного зрительского интереса. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!